Что ждет вас в 2020-м? К выборам в России начал готовиться крупный бизнесмен и директор совхоза имени Ленина. Не так давно Павел Грудинин объявил, что снова идет в президенты. Не совсем ясно, с каким багажом Павел Николаевич дойдет до 2024 года. Он продолжает судиться с теми, с кем в свое время поднимал легендарный совхоз. Все подробности у Андрея Михайлова. Для коммунистов день рождения Сталина событие культовое. К бюсту Иосифа Виссарионовича, что у кремлевской стены цветы несут всю неделю. В стройных рядах и крупный бизнесмен Павел Грудинин. Он хоть и беспартийный, но давно заручился поддержкой коммунистов. На прошлых президентских выборах директор совхоза имени Ленина занял второе место и результатом явно остался недоволен. И вот за четыре года до начала новой президентской кампании Грудинин сделал сенсационное заявление. Буду ли я участвовать в следующей президентской кампании? Судя по всему, буду. Коммунисты президентские амбиции Грудинина вроде бы поддерживают, но утверждать его в качестве кандидата не торопится. В последнее время Павел Николаевич не раз оказывался в центре скандала. Сначала громкий развод супруга Ирина Грудинина отсудила у мужа две трети акций совхоза. Затем суд обязал крупного бизнесмена вернуть бывшим акционерам прибыль от продажи золотой земли Умкада. Целый миллиард. Грудинин заявил, что таких денег у него не было и нет. Если каждый из этих 10 миллионов сдаст 100 рублей, то это будет как раз тот миллиард, который я должен. И вот новое разбирательство. В Видномском городском суде рассматривается дело о махинациях с паями совхоза. ИСЦ считает, что бывший директор обманным путем завладел их собственностью. Грудинин говорил, смотрите, что якобы документы работники подписали, и вы сами передали эти земельные участки. Но как такового подписи документов не было. Очень много поддельных подписей в этих документах. И многие подписи были получены обманным путем. Схема заработка бизнесмена Грудинина была предельно проста, объясняют ИСЦ. В середине 90-х после приватизации в коллективную собственность предприятия перешло больше 2000 гектаров земли. Их разделили на паи. Потом паи менялись на акции. Изначально у Грудинина их было, как у всех, 286 штук. Но со временем, считают бывшие работники совхоза, Павел Николаевич завладел большей частью паев. И из рядового акционера он стал владельцем контрольного пакета, а значит и полноправным хозяином предприятия. Бывшие механизаторы и сборщики клубники считают, что директор использовал не самые чистые методы. Вот эта башня, которая рядом с нами стоит, это нас питает, это водой. И он отключил эту башню. Три месяца у нас не было вообще воды. Представляете, вот весна, март, апрель, май. И в июне он, по-моему, дал, где-то в середине июня он дал вот только воду. Уже тогда, когда мы его вот просто за горло взяли. Нина Солодовникова последние 20 лет судится за свои права. Вспоминает, как Павел Грудинин давил на ее мужа, чтобы тот отказался от всего. Из-за постоянных стрессов у супруга в 67 лет остановилось сердце. Ну совхоз же, все работали в этом совхозе. То есть и муж, и жена, и дети там работали. И вот он говорил, вот не отдашь акции, жену твою или там дочь, уволю и так далее. Вот, ну а 90-е годы, где было найти работу? Поэтому отдавали, сдавали. Из пяти сотен бывших работников совхоза в суд обратилось всего семь. Адвокаты Грудинина искренне не понимают, за что эти люди судятся. Это юридически, это бред. То, что суд этим занимается уже больше года. По существу этого права нет. И у ясцов. И об этом суды неоднократно говорили и в 98-м, и в 2006-м, и в 2015-м. По существу нет этого права. Срок исковой давности прошел. И приутициально. Закон устроен таким образом, что однажды рассмотрев, суд не вправе возвращаться к этому вопросу, пока то решение не отменено. Сам Павел Николаевич называет все происходящее вокруг совхоза не иначе, как рейдерским захватом. У нас вокруг уже выжженная земля. Вот было 15 хозяйств, такого типа, как наши в Московской области, и 11 в нашем районе различных хозяйств. И осталось одно. Потому что все разными путями, вот этими рейдерскими атаками, поддержкой коррумпированных чиновников, судебной власти, все были уничтожены. И мы пытаемся с этим бороться, но пока не очень успешно. Помогают сторонники. Коммунисты признают вклад Грудинина в развитие совхоза. И уверяют, что в этой истории Павел Николаевич жертва. У него принудительно изъяли необходимый пакет акций для рейдеров. И на сегодняшний момент в их руках оказался контрольный пакет акций, что позволяет им перечеркнуть всю работу, которая долгими-долгими годами создавалась. До заветного дня голосования еще 4 года. Но пока Павлу Николаевичу думать о благосостоянии всего народа рано. Сохранить бы свое собственное. Андрей Михайлов, Сергей Бондаренко, Николай Савчин, Ольга Соловьева. Андрей Нетреба и Максим Чекмарев. Программа «Вместе. Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова